Эта история, как в фокусе, собрала в себе все противоречивые человеческие качества, хотя рассказывает она о взаимоотношении двух правительств и двух народов. Это история о любви и ненависти, о героизме и трусости, о преданности и предательстве. Это история испанского детского дома в Харькове. В феврале 1936 года в Испании на выборах Кортеса победил Народный фронт. В июле того же года там начинается фашистский мятеж, возглавляемый генералом Франко. Его активно поддерживают Гитлер и Муссолини. Мятеж перерос в гражданскую войну. Штамп советской исторической науки. СССР был единственным последовательным защитником интересов Испанской Республики. На самом деле Сталин и его окружение просто использовали события в Испании в своих интересах. Зная о мятеже за три месяца до его начала, Сталин планировал использовать его как повод для переговоров с Англией и Францией о создании системы коллективной безопасности в Европе. Только после провала этих переговоров советское руководство соглашается поставлять омундирование вооружения, причем за деньги республиканцев. С осени 1936 года в Испанию приезжают наши военные специалисты, от которых требуют подробных отчетов о поведении новых моделей танков, самолетов, бронемашин и артиллерии. Ведь Испания была отличным испытательным полигоном. С мая 1937-го свои группы для проведения секретных операций в Европе и Америке здесь готовят НКВД. А когда республика пала, Сталин пошел на прямое предательство, обманув надежды оставшихся в живых. Визы на въезд в СССР давались крайне неохотно, и сотни тысяч республиканцев оказались во французских концлагерях. В отличие от своего правительства, советские люди с первых же дней восприняли события в Испании так, как будто они касались лично каждого. Вся страна, прильнув громкоговорителем, слушала репортажи военного специалиста, журналиста и писателя Михаила Кольцова. Товарищи из Испании, знайте, что Советский Союз – могучая опора для всех угнетенных. В каждом нашем доме помнят, знают себя Испания. Виво, Мадрид! Виво, Испания, републикана! По всей стране собирали одежду, продовольствие и медикаменты. А военкоматы осаждали мальчишки с одной единственной просьбой – пошлите воевать в Испанию. Посылали только специалистов. Три тысячи танкистов, летчиков, артиллеристов, переводчиков, радистов сражались там. Пожалуй, самой трогательной страницей во взаимоотношении республиканской Испании и нашего народа стала забота об испанских детях. Ян Карлович Берзин – советский разведчик. В 1938-м он окажется в застенках НКВД. А сейчас, в январе 1937-го, он пишет свой последний рапорт об устройстве детей-республиканцев и налаживает канал их вылаза. Дети героической Бескаи, Сан-Себастьяна, Бильбао, Мадрида, видевшие бомбежки, расстрелы, пережившие гибель родных и близких, уезжали в неведомую для них страну. Три тысячи мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 13 лет. В Советском Союзе были подготовлены 17 детских домов. Один из них – в Харькове. О том, что у нас в городе будет открыт испанский детский дом, стало известно в сентябре 1937-го. Газеты публиковали заметки о ходе подготовки к этому событию. Городские власти искали специалистов по испанскому языку, педагогов и помещения, где можно было бы разместить детей удобно и с уютом. В октябре было принято решение передать бывшую дачу Совета народных комиссаров под жилье и школу для маленьких испанцев. А 19 октября 1937-го года в 12 часов 16 минут к перрону Харьковского вокзала прибыл поезд, который привез из Артека 96 детей бойцов революционной Испании. После обязательной программы, речей приветствий, благодарственного письма Сталину и митинга, ребят отправили в померки, где отныне находился их дом. Двухэтажное здание в модном тогда стиле конструктивизма было построено в начале 30-х годов для отдыха высших лиц государства, когда Харьков был столицей Украины. Теперь его оборудовали под спальни и классные комнаты. Здесь ребят ждали те, кто готов был приласкать, согреть душевным теплом и материнской любовью. Ведь некоторые ребята были сиротами, а остальные уже много месяцев ничего не знали о своих родных. Здесь черноглазые мальчишки и девчонки, непосредственные и любознательные, осваивали школьную программу и учились такому сложному русскому языку. Занимались спортом, работали в саду, цветниках, на огороде. Они все делали сами, от уборки спален до дежурства на кухне. Всей жизнью здесь управлял совет детского дома. Сюда, уже после падения республики, приезжала Долорис и Барури, знаменитая пассионария. В свободное время ребят ждали кружки лучшего в стране Харьковского дворца пионеров. Встречи со сверстниками, учениками харьковских школ, которые, затаив дыхание, слушали рассказы маленьких испанцев. Харьковский авиаинститут взял шество над детским домом и помогал чем только мог. А наши газеты регулярно публиковали заметки о том, чем занимаются испанцы. Ведь в городе не было людей, равнодушных к этим детям. Так продолжалось до начала Великой Отечественной войны. В октябре 1941-го детский дом эвакуировали сначала в Сталинградскую область, а затем в Башкирию. Там ребята, как могли, помогали стране, ставшись для них родной. Девочки вязали носки, мальчики освоили автодело, работали в колхозе, а достигая совершеннолетия уходили на фронт. Возвратились с войны не все. После войны испанский детский дом в Харьков не вернулся. Из Башкирии его перевезли в Москву. Ребята выросли, закончили вузы и стали инженерами, врачами, педагогами, художниками, экономистами. А в 1991 году все воспитанники нашего детского дома уехали на родину, в Испанию. Но Харьков они помнят до сих пор, как помнят тех, кто заменил им матерей, и до сих пор пишут письма, начинающиеся словами «Здравствуй, моя дорогая русская мама», сохраняя в душе благодарных женщинам, их воспитавшим, и городу, ставшему для них родным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok